Восемнадцатый урок первого тома Мединского курса. На нем мы познакомимся с вопросительной частицей «кем?», а также узнаем третий признак именительного падежа «алиф». Давайте начнем по порядку. Кем ахан ляка я Мухаммаду. Частица «кем?» в вопросительных предложениях в значении «сколько?» требует постановки вот этого исчисляемого в форме единственного числа винительного падежа неопределенного состояния. Единственное число «насбун» винительный падеж неопределенное состояние. У вас может возникнуть вопрос, а если я скажу «кем ахин ляка я Мухаммаду?» Изменится ли смысл? Смысл изменится, потому что частица «кем» может употребляться и в вопросительных, так и в восклицательных предложениях, а также в простых повествовательных предложениях. Если я скажу «кем ахин ляк», то смысл уже будет «как много?» «Сколько же у тебя братьев?» То есть в восклицательных предложениях частица «кем» приобретает усилительное значение и ставит вот это вот слово после себя в родительный падеж, в джар. Но только в отличие от вопросительной «кем», вот это вот слово после частицы «кем» может стоять и в единственном числе, и в множественном числе. «Ли ахун ваахидун». «Ва кем ухтен ляк?» «Сколько сестер у тебя?» «Ли ухтени». «У меня две сестры». Мелодичное окончание «эни» указывает на двойственное число, а на именительный падеж имени указывает вот это вот алиф. Если мы заглянем в Аль-Аджурумию, мы увидим следующую картину. Открываем Аль-Аджурумию, смотрим оглавление, глава, признаки изменения окончания слов. «Бабу маарифати аламатил и араб». Нажимаем на четыре признака именительного падежа имени. Автор говорит то, что «ли ррафаи арбау аламатин». У именительного падежа четыре признака. «Абдаммату» – мы с ним познакомились уже на первом уроке. «Аль-Вааву». С «увау» мы познакомились на тринадцатом уроке, когда речь шла про множественное число мужского рода, а также когда коснулись имен Аль-Абу и Аль-Аху – отец и брат. А сегодня у нас признак именительного падежа «Аль-Алифу». Внимательно смотрим схему. «Дамма» является самым главным признаком, а все остальные признаки – они его замы. «Аль-Вау» замещает «дамму» во множественном числе или в пяти именах. «Аль-Алифу» замещает «дамму» лишь в двойственном числе. «Кем Аджалатан ли дарраджати я хамиду» «Аджаля» – колесо. «Лега Аджалатани» – у него два колеса. Окончание «эни» указывает на то, что перед нами имя в именительном падеже. «Кем Айдан фиссанати я Закария» «Айдун» – праздник. «Сколько праздников в году?» Мы спрашиваем о количестве праздников, поэтому «Айдан» будет в именительном падеже, в единственном числе, в неопределенном состоянии. «Фиссэнати» – сказуемое, усложненное предлогом родительного падежа и прыгнувшее на первое место. «Айдани» – муптада, подлежащее, которое стоит на втором месте. И показателем его «Рафа» именительного падежа является «Алиф». «Хума» – они в двойственном числе. «Айдуль фитры» – праздник после окончания рамадана, месяца рамадана, месяца поста. «Ва Айдуль адха» – праздник жертвоприношения. «Я Ибрахиму Абука Таджирун Кабирун» «Вау» – это «Зам Даммы» в пяти именах. «Кем Маджаран» – сколько у него торговых центров. «Аиндегу Маджарани Кабирани» – у него два торговых центра. И причем вот это определение согласуется в числе с определяемым словом, который стоит в двойственном числе. «Кем нафидатан фи гурфатике» – «Я Исмаилю». Исмаил отвечает. «Фи ха нафидатани» – «В комнате два окна». «Лимэн ха-дэ-дэфтарани» – «Ха-дэ-это», 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 «Ха-дэто», «Ха- Осознанно ставим здесь слово в винительной поддержке. Сколько досок у вас в классе? Субтитры создавал DimaTorzok Выглядит вот таким образом. Ахавани появляется в вау. Дальше прочитайте, перепишите. Халидун лагубнани ва бинтани. Халидун муптада подлежащая. Лагубнани ва бинтани. Хабар, сказуемое, на месте которого стоит именное предложение. Фи хазал бейти гурфатани кабиратани. Фатимату лага тифляни сагирани. Ли айнани ва азунани ва ядани ва ричлани. Фи хазал хайи мадрасатани. Салатул фаджри. Утрини малитва. Рака'атани. Состоит из двух малитвенных циклов. Лилбейти мифтахани. Лиман хатанил бакаратани. Хума лилфалахи. Ахазани الطабибани мин инкальтерра. В третьем упражнении необходимо в пустую графу вставить исчисляемое. Например, Помним о том, что исчисляемое стоит в форме единственного числа винительного падежа неопределенного состояния. А в четвертом упражнении нам необходимо муптада поставить двойственное число. Сказуемое согласуется с подлежащим числе. В четвертом упражнении. В пятом упражнении нам надо просто прочитать вот эти слова. Кельбани, Мактабани, Камисани, Ахавани. Вау, проявляются здесь в двойственном числе. Миндилани, Мистаратани, Ухтани и Мраатани. Две женщины. А в шестом упражнении надо поставить эти слова в двойственное число. Тамарбута превращается в обычное Т. Садикун, Садикани. Таджирун, Таджирани. Мил'а'катун, Мил'а'катани. Мударрисун, Мударрисани. Бабун, Бабани. Исмун, Исмани. Хадзе, Хадзани. Хадзихи, Хатани. И новые слова. Кем? Вопросительная частица. Сколько? Причем, это множественное число не принимает Танвина. Является двухподержным именем.